Всем привет, с вами Дэн и сегодня я вам притащил, значит, на видос Carnival. Это бренд, наверное, который один из самых любимых, судя по тому, как вы реагируете обычно на мои видосы. Я имею ввиду из доступных брендов с Алиэкспресс. И действительно, своих денег, как правило, вот все Carnival, которые я показывал, они стоят. Это прям серьезный такой фабричный Китай. И давайте посмотрим. Эта модель мне заинтересовала настолько, что я решил прям вот их обязательно взять и вам показать, потому что мне кажется, что это вот должна быть прям бомбическая новиночка. О! Ну что ж, у нас очередной хамаж. А на Алиэкспресс практически все часы хамажа, если не брать там Сигал и что-нибудь подобное. Здесь у нас хамажик. Догадайтесь с двух раз на что конкретное. Дам две подсказки. Одна из них Убло, другое ДМРПГ. Но здесь у нас, как всегда, от Carnival нет стопроцентный хамаж, а здесь такой микс. Из двух часов как-то вот слепили одни. И мне это нравится, потому что большинство брендов, в кавычках, да, брендов на Алиэкспресс, они вообще не заморачиваются ничем и делают просто вот хамажи на грани. Здесь, в данном случае, ребята постарались хотя бы что-то такое соединили, да, это уже плюс по меркам Алиэкспресс. Значит, новинка конца 2021 года. 618G эта модель стоит, стоит она, 618G это референс, а стоят эти часы 8300 рублей примерно. Или 110 долларов на момент выхода ролика была такая цена. Но есть еще промокод, который специально для моих подписчиков. Я и этот промокод в описании к ролику оставлю на 15 баксов на скидос. Значит, здесь у нас сапфировое плоское стекло, здесь у нас водозащита 50 метров, то есть можно под душ, но плавать категорически нельзя с ними, к сожалению, может быть. Каучуковый ремешок. Внутри стоит Miota 82-15, 21600 полуколебаний в щ, 42 часа запас хода, 20 ренками. Суперлюминова здесь швейцарская на метках и стрелках заявлена. И давайте смотреть, наверное, по размерчикам. По размерчикам у нас по диаметру 42, по высоте 11,6, ремешок в его максимальной части 27 практически. Ну и от ушка до ушка здесь 51. Как видите, здесь интегрированы ремения под, сами знаете, какой бренд. И это, наверное, минус, потому что, ну, можно будет купить только у INW Carnival такой же ремешок, а что-то с рынка взять не получится, ну, либо заказать его у какого-либо мастера. Здесь, кстати говоря, на винтах ремень крепится, но, тем не менее, ремень мне очень нравится. Он мягкий, он пухлый такой, это действительно каучук, хороший тут, бакли, все неплохо. Все неплохо, я думаю, что будет приятно это ремешки носить. Значит, с задней стороны что-то вот стали иногда китайцы делать такую фишечку, расцветки разные делать на механизмах. В принципе, это неплохо, потому что на Mioto смотреть, ну, это, конечно, без слез не взглянешь, да, без отделки. Здесь у нас что, 5 атмосфер написано, ну, в общем, все, вот тут номер 618G, как я вам сказал, это референс по модели. Брендированный ремешок, между прочим. Я бы, на самом деле, сразу посмотрел на Алиэкспресс ремни под эти часы, сразу взять хотя бы один ремень еще в запас, потому что мало ли что произойдет, потом хрен купите, потому что модель, например, снимут с производства и досвидос. Значит, у меня запястье 18,5 в обхвате, и вот у нас таким образом здесь все получается. Аккуратная модель, угловатая, красивая, в техно-стиле. Ну, собственно, вот этот дизайн сейчас на рынке вообще самый горячий, наверное. Все хотят что-нибудь под Адемары, Королевский дуб, соответственно, да, все хотят что-нибудь под дубло, потому что, ну, это красиво, это круто, спортивно, в общем, это прям фишка. Конечно же, классная здесь отделка, как у всех, Карнивал. Вот, знаете, если мы говорим про недорогие бренды с Алиэкспресс, то вот много брендов, которые я часто показываю на канале, вот они идут где-то там до 100 долларов, тот же поганый дизайн. А чуточку дороже уже идет Карнивал, вот в этом случае он 110, ну, иногда он бывает еще дороже. И вот отделка, геометрия, сатинирование, зеркальная полировка, она прям уже на другом уровне совсем идет. То есть эти часы уже намного более взрослые, намного более серьезно сделаны. Вот стрелки, накладные метки, посмотрите, как все классно, да? То есть вот мне придраться сейчас, по крайней мере, пока я не смотрел макро, вообще не к чему. И здесь классный циферблат такой клетчатый, а? Слушайте, ну, ну, очень хорошо смотрится. Хочется, конечно, макро скорее посмотреть, но вот то, что я сейчас вижу, это прям шикарно. Шикарное качество, очень круто сделано. Ну что ж. Прям даже, знаете, захотелось эти часы протестировать на подольше, что называется, и потом про вам, про них вам рассказать. Классно, хорошо, сапфир подтвердился. По весу. По весу. Конечно, я бы предпочел, наверное, эти часы на браслете, потому что каучук интегрированный, здесь лучше сразу брать браслеты. Но, я фанат каучука, так, значит, у нас 103 грамма, я фанат каучука, и вот этот каучук мне нравится очень сильно. И, в принципе, я, наверное, даже вот не жалею, что выбрал часы на зеленом каучуке. Здесь, во-первых, это все хорошо сочетается, красиво, свежо и спортивно. Ну что ж, давайте глянем макро-видео, а потом уже подведем итоги. Так, ну давайте смотреть. Класс. Накладные метки у нас. У нас очень глубокий циферблат, он двойной, то есть идет подложка, потом идет кольцо с метками. Потом еще идет наклонный такой рант здесь. Неплохие стрелки. Я не вижу кусиков. Кроме пары отпечаток пальцев на гранях меток. Сатинирование просто классный. Супер сатинирование, а. Для этой цены, посмотрите, геометрия какая. И еще здесь на грани у нас тоже есть зеркальная полировка. Корпус при этом сложный. Ну вот что ты будешь делать? А, очередной китаец, который стоит дешево и который сделан просто шикарно. Так, там что-то пленка. Пленку сниму. Давайте глянем на превосходную отделку миоты. Ну что ж, пишите в комментах, как вам эти часы. А мы продолжим. Что по итогам? Я думаю, что часы стоят, наверное, даже дешевле, чем они могли бы стоить, с учетом качества циферблата и корпуса. Это прям вот 100%. Единственное, наверное, слабое их место, это вот защита 50 метров, потому что плавать с ними нельзя. Все остальное здесь просто на высоте, все сделано шикарно. И при этом это не вот такой вот прям стопроцентный на грани хомаш, как это в основном бывает на Алиэкспрессе. Короче, удачная модель. И у Carnival вообще, ну вот все, что я показывал до недавних пор, по крайней мере, может быть, в будущем, конечно, будет не так, но вот то, что я показывал, это было прям вау, круто и отлично сделано. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. По пользу с этими часами, потом вам расскажу в комментарии, что-нибудь там по итогам использования. Может быть, какой-то батл-сравнение будет, обязательно пишите тоже в комментариях. Все, всем пока, увидимся.